В эфире «Наймасштабнейшая кулінарная битва краины – Мастер Шеф». В предыдущей программе участники могли приготовить известный французский десерт – макароны. Виктория, Руслан и Олег играли против всех и пытались перешкодить коллегам упоротись с задачами. И все их пробки провалились. Так что они у трех получили черные фартухи. Другое задание полагало в том, чтобы закупить продукты, приготовить и продать стравы киянам с фудтраку. Уважаемые дамы и господа, только сегодня лучшие блюда в уличной кухне. Прошу. Команда «Синьих» заробила грошей больше. Все полученные деньги и «Синьи-Червоние» вытратили на закупку продуктов для найскладнейшего командного конкурса. В гості до участников «Мастер-шеф» прийдуть зірковые ведущие телеканала ОСТБ. Дві години, что выделили суддей на заготовки, вышли и час встречать гостей. Капитаны, я прошу минутку внимания. Я прошу вам сейчас сказать, кто займется обслуживанием. С нашей команды будет Вика. Вика будет обслуживать? Хорошо. Синяя Виктория, АСМИК, кто у вас? Руслан сказал, что он очень хочет пойти официантом. И, как бы, да, наверное, было бы хорошо отправить Руслана в зал. И мы бы втроем стояли и просто как роботы выдавали бы эти блюда. Катя. Катя, хорошо. АСМИК выбирает не меня, а Катерину. Для меня это вообще становится катастрофическим вопросом. Почему? Потому что, вверху, у меня палец, рука. И мне оптимальнее было идти в зал, принимать заказы и быстро работать с людьми. И с этого, собственно, начинается сегодняшняя эпопея, ребята. Руслан, поможешь или нет? Руслан? Чем? В первую очередь, нужно найти где-то кусочку. Спортсмены не сидят на аминокислотах. Я потихонечку отхожу от процессов вообще всех, да, даю понять, что все. Ребята, Руслан уже прекратил с вами сейчас подготовить. Мы все вытянулись в духовке? Руслан, у нас ничего нет в духовке. Есть, месяца стоять, месяца стоять. Подивися на всю. Они подходят. Уже можно доставать месяц. Доставай. Да. Ах, твою мать. Доставайте сами, короче. Да, доставай. Я заглядываю в эту духовку и обжигаю стенкой духовки. Я обжигаю стенкой духовки. Думаю, вот красавчик повелся. Смиг попросила достать. Думаю, что я вообще, зачем я это сделал? Почему горят месяца, Руслан не может их достать? Я же сказала достать месяца, Руслан. Так скажи, что ты не будешь доставать. Отдень на меня черный фартук. Да мне не надо на тебя черный фартук одевать. То есть человек, ну у нас четыре человека в команде, да? Мы рассчитываем на твою помощь, на твои силы хоть в какой-то степени, да? А ты из-за того, что тебя не поставили официантом, из-за того, что у тебя болит палец, что происходит вообще? Я смотрю на Катю, Катя смотрит на меня, и мы понимаем, что у нас сегодня выездной конкурс в красивом ресторане для очень важных гостей, но в конкурсе есть скрот. Как дела? Хорошо, у меня все хорошо. Обжегся, правда, жутко вообще. Вика! А Дебик Веллингтон? Ее. Лена, Лена, Лена. Лена, Лена. Ага, спасибо. Конечно же, я помогал команде синих сегодня. Почему бы и нет? Подавал перчатку Лене, там Виктории помогал где-то. Пошел Викторию, удачи. Катя, выбегай. Катя, выбегай. Вика, удачи. Выбегай, Катя. Выбегай. Выбегай. Вел себя просто красиво, достойно и старался по-культурному обходиться. Я согласилась сегодня работать официантом, потому что я на самом деле на что-то способна и что-то я умею в этой жизни. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Виктория. Да, Виктория, ну мы так быстро еще не определились. Или, Иван, вы нам можете подсказать что-то, да? Можем подсказать. Вы лично что готовили из этого? У меня без Веллингтон. А кто еще в команде? У меня еще два человека. Говорите имена. Лена у меня и Наталья Петрикова. Наталья? Да. Наталья что готовила? Наталья десерты. Она показала мне вот так вот. И говорит, а можно попросить, чтобы Наталья нам лично вынесла десерты? На что я ответила? Да, конечно, обязательно я ей передам. Спасибо. Удачи. А что вы будете пить? Официанта можно? Мы уже хотим сделать заказ. Одну секундочку. Я тут, одну секундочку. И тут я подхожу за стол Николая Тищенко. Смотрите, что я хочу у вас заказать? У нас столик номер? Четыре. Номер четыре. Вот, Николай, хорошо. Я хочу заказать. А почему мужчины вначале заказали? Хорошо, а почему вы берете Николая? Потому что девушка с нами за столом. Я вообще одна девушка за столом. Молодчо, можно я возьму сначала? Я просто проверяю вас, как вы справитесь с этой сложной ситуацией. А вы увидели Николая? Он наслепительно красивый. Хорошо, почему не у меня? А я. Да, это была моя ошибка. Нужно было сначала взять у дамы. Но когда у нас такая запара на кухне, да, когда вы пришли просто, ну реально, к мастер-шефу, не к мастер-официант шестой сезон. Смотрите, я буду тунец с персиками на муссе из авокадо. И давайте дорадо. Я буду шу с лимонным курдом. Писала, что у Вики абсолютно по-другому шло обслуживание. Она подходила за один стол, убрала заказ и уходила. Блин, я не знаю, вынесла я или нет. Вика, иди, питай! Не знаешь, люди могут в рознице взять, потому что она не знает. Она не кричит, ай-ка, биф Веллингтона! Винеси закуски! Где еще один биф Веллингтон? Винеси закуски, скажи, если я узнаю, что хоть кому-нибудь не было что-то вынесено, я ей, Бог, тебе там привалю. Не кричи, Лена! Ты представляешь, таки людям не принесут, Вика, ты представляешь таки? Да. Бежи, бегом, пожалуйста, иди, питай! Так, 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 тартар и тунец. Тут нужно тарелочку и соль нам нужно. Тарелочку и соль. Да, сейчас забираем. Это мне нормально. А тарелочку и соль. Тарелку и соль, хорошо. Я забегаю на кухню, и меня это вообще просто поразило. То есть меня не было, наверное, минут 20. И в тарелках не было ничего. Да, мне надо тебе переписать или как? Да, я мне... Давай я... Я начинаю с первого и пошла. Ты начинай, а я пойду разолью вино. У меня есть что дать! Азмик, мне надо напитки раздать. Смотрю, Катя разлила вино, берет бокалы вот так вот, знаешь, и я прям вижу уже, сижу за столиком, как она ко мне подходит, приносит эти бокалы, ставит мне их на стол, я беру этот бокал, а он весь в ее отпечатках. Катя, бери вот так вот бокалы, ты не пачкаешь. Началось, вы слышали? Ого! Я уже не выдержала, послала его хорошенечко послала, потому что, ну, мне кажется, это был перебор сегодня. Катя, это надо нести, Катя, у нас это вытекает. Камамбер надо нести. Я начинаю то, что готова выносить. Выношу за первый стол камамбер и тунца. Это две закуски. Спасибо, а что это камамбер, да? За второй стол я там вынесла тунца. Так, стоп. Начало, прежде чем вы хотите принести нам новую еду, старую нужно унести. Возвращайтесь. Так, что это у нас такое? Тунец. Тунец. Отлично. Сколько столов всего есть, Вика? А? Сколько всего есть столов? Столов? Раз, два. Сколько? Ты все столы обслужила? Да, все столы. Все, готовь, пожалуйста, по столам. Ну, тут мало же блюд, ты уверена, ты не сумел. Так. От команды Синих. Вау! Да, вегетарианская, которую вы просили. Прекрасно, спасибо вам большое. Я польщен. Я пришла на кухню и сказала, Наташа, тебя просят на выход. Пожалуйста, выноси десерты. Наталья там расцвела вся. Просто, понимаешь, в восторге, что ее просят на бис. Слёдя, почему бы и нет. Наталья там уже бежала, аж спотикалась. Блин, да я так хотела быть официантом, потому что я сегодня себе, наверное, каблуки взяла. Думаю, буду выходить в зал, поразуюсь, чтобы ты разумела. Доброго дня. А вот и Наташа. Версение команды. Как я могу вам покращать настрой? Можете нам станцевать? Тато будет видеться. Ну, давайте, Бог, еще что-то, а потом я до вас поварнусь и проверю вашу думку. Танцевать я переборщил, да? Переборщил. А я тебе говорила, Наташа так действует. С моей точки зрения, плюс, большой плюс фраза «тату» буду говорить. Она умеет вовремя подать. Конечно. И Эктор находится под этим обаянием. Я не удивлен. Наталья Петрик вынесла десерт, который она тоже уже подготовила. Тут это шоколадная сфера, это панакотта, это бисквит, это пралине. То есть там ягоды, там цветы, там, ну, короче, там все, что можно в этом десерте. И мне плохо. Я стою и думаю, боже, это ужас. Ну, как можно такое мешать, понимаешь, в десерт? Как дела ваши, ребята? Все хорошо у вас? Слышь, Асмик, а вот это должно свисать здесь на этой тарелке, да? Руфлан, отойди, пожалуйста. Почему? Потому что ты мне мешаешь. А-а-а. Потому что когда тебя я что-то прошу делать, ты говоришь, что у тебя болит палец, у тебя азов. Иди, зализывай пальчик, пожалуйста. И смотрю, что Катерина Пескова так забегала и совсем не улыбается. Блокнот ее лежит, и никому он не нужен, а там заказы. Надо быть собрани. Ты что? Потерять блокнот, оставить блокнот с заказами на кухне, где кипит работа, а кипит она неправильно. Поджигаю спичку, поджигаю фитиль, стою и жду. Жду, 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 жду. Уже когда отвлекся, я там начал на другое внимание обращать, слышу. Все, фитиль закончился, бомба взорвалась. Ты понимаешь, что происходит? Да что это на хуй такое? Не кричи, не кричи. Он у нас украл эту, бумажку украл. Заказы. Как такое гнину на руках? Может, земля носить, обезлить. Ты почему-то мне досидеть? Катя, 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 перестань. Зала с тобой в руки, истеричка. Руслан, ты не видел тетрадку с записями? Я не брал ничего, не трогайте меня. Я стою здесь, съем бисквит, все. Успокоилась, я сказала, ***. Ну, Граджево, истеричка. Давай я понесу, куда не остыкать. Мы не знаем, куда нести. Миндей забрал ее, чи что? Нет. Руслан, ты что, действительно это сделал? Руслан, ты что, забрал себе бисквит? Катя, иди сюда. Катя, не слышу, что? Бой. Кто это вот так спрятал? ***. Это не наше. Это не наше. Это не наше. Какое наше? Это не наше. Что такое? Это мое. Руслан, ты реально скринь крафт? Ты что, гонишь? Там люди просто бутят. Ой, снимайся, телевизорно, пожалуйста. Мы начинаем все шукать, все. Я кидаю все, что я робила, и начинаю шукать с Писковой, и с ее командой, и эти письюльки. Потому что я понимаю одно, что не важно, кто тут а зараз выграет, а важно те, что зараз люди берут и за нас голодные вообще сидят, и ничего никто не вынесет. Твоя? Давайте вынеси, вынеси вот это пока горячее, пожалуйста. Еще должен быть кусок. Это твоя? Еще должен быть кусок. Нет? Нет, еще должен быть кусок. Скажи, какие столы я вынесу, Катя. Чуваешь? Смотри, у нас по кусочкам везде. Асмит, Катя, иди сюда. Скажи, пока горячее мясо, куда вынеси, на какие столы? Давай мы выйдем. Давай мы выйдем. Спросим, кому шатабрион и его выдадим. Первый из-за третий точек, шатабрион и дорады. Дорады должна быть готова. Давай манго, где манго? Тише, я сказал, записывай все ровно имена. Давай ты так, сберемся. Катя, давай соберемся, иди сюда. Слышите, мать, иди штаны, пожалуйста. Давай я вынесу, что еще нет? Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Доброго дня, доброго дня. Давай, давай, давай. Доброго дня, доброго дня. Я вкрай здивований тим, что коется сегодня на кухне, Руслан. И ваша зухвала поведенка меня удивляет, а навіть трохи дратует. Сьогодні дуже відповідальний день. У нас поважні гості. А вы тримаетесь подалі від команди, навіть в таких критичных ситуациях, як щойно сталось. Мы не в детячому садочку. Я не собираюсь сясовувати, где подился тот блокнот. Мы иначе сделаем с вами. Я піду звичайно тихо, аби не принижувати вас перед моими друзьями, что в зале. Вам дам 30 секунд на то, чтобы вы худко допомогли команды найти тот же блокнот. Руслане, я знаю про вас больше, чем вы можете себе уявить. И если блокнот не найдется с вашей помощью, я вернусь. И тогда вы чувствуете. Вы с страшным триском вылетите не лишь из этой кухни, а из проекта «Мастер-шеф» назавжди. Вот они вон, Катя. Вот поставили, это оно или нет? Под тарелками было. Слышишь? Положили. Конечно, я туда это положила. Отнеси святого блюда, пожалуйста. Кому? Это он почкуется. Такой белый. Нет. Под лестницей. Под лестницей. Это, Слава, не ты счастливый. Узилков, Узилков. Он тебя ждет. Я обязательно познакомился должен с этим Славиком, який живет в городе Вінница. Это недалеко от города Житомира, от города Коростишева. Тем более, я знаю одного парня, который живет поруч с ним, с самым Узилковым. Я же этому парню вконтакте писал, что передай привет. А Узилкова, он говорит, что его нет. Он здесь поездил в Киев. А, он здесь поездил в Турцию. Ну, думаю, такие люди, звісно, могут позволить себе десь поездить. Потому что они заслужили. Здравствуйте. Здорово. А что, скажи мне? Шатубриана и Картопляна. Это Рин Картопляна. Дивись, Шатубриана и Бутия ким? Височным, поджаренным. Поджаренным, а вы его сварили. Это очень странная техника. Мне это и ночью мама проснулась у меня. Реально, в осне ревел, какие-то тумбочки открывались, закривались. Она стояла в дверях. Причустка в ней чуть коротше была. И она просто мовчала. Я так думаю, у тебя же нет, знаешь, ты померла. И что ты тут делаешь? Может, она таким чином хотела сказать мне, что не берися за мясо, а дай комусь сделать это. Понимаешь? Вот я сейчас себе понимаю, что, может, маме хотела мне это донести, что не роби мясо. Олег, десерт. Давай. Я просто понимаю, что мы с Асмит, ну вот, сейчас тебе скажу, где-то шесть выдали шу, и где-то пять этих или шесть тоже тартов. То есть 12 десертов мы выдали за 8 минут. Что это вам? Спасибо. Это мне подарок? Это можно забрать, да? Да, забрать. Сейчас принесу вам приборы. Прошу вас. Меня подкупили. Ой, боже, я обожаю. Ваш прибор. В той час, как секунда пролетит. И мы выдаем остальные свои десерты. И чувствуем, что больше мы выдавать ничего не можем. Но мы успели выдать все. Я с поезда в Днепр-Киев приехал голодный, как собака. Официант жил с синей командой. Я ей кричу, знаете что, кто первый принесет мне еду, тому и будет голод. И тут мне несет синяя команда тунец в зеленой панировке, зеленой фасолью с сырным базиликовым соусом. Соус не худышный. Соус мне не понравился. Какие-то крупы не стыдные, мне не нравится такой соус. Но тунец был идеальный. Вкус отличный. Панировка, вот она тоненькая, не толстая. Вот это знаете, как панировка. Идеальный, идеальный тунец. Просто синяя команда сразила этим тунецом. У красной команды блюдо, презентация более интересная. Лимонный курт был хороший. У него был правильный цвет. Они его не перегрели горелкой. У профитролей была красивая форма. Что касается синих курт. У меня была фуагра с инжиром и малиново-мятным вкусом. Презентация была тоже неплохая. Но малиново-мятного вкуса я не попробовал, не почувствовал. Было очень много малины. Но заявлено была мята. Мяты я не услышал. Если сравнить красную команду и синюю, то я отдам предпочтение блюду, которому мне понравилось больше всего. Это блюдо было тунец с персиками. В мусе из авокадо. Я буду в кратер. Красная команда «Лунный тарт». Синяя команда «Тартар» с лососем. Но между десертом и закуской я выбил десерт. То есть я отдам предпочтение красной команде. Наташа могла бы приготовить десерты. Я специально попросила, чтобы Наташа вынесла десерты, думая, что это как-то украсит их вкус. Но даже ее красота и очарование никак не повлияли на то, что фактически флирт было есть невозможно. Поэтому, с вашего позволения, я еще подумаю, а потом решу для себя, какая команда сегодня выиграет и какая проиграет лично для меня. Основное блюдо у синих, помимо зеленой тренировки, зеленой фасоли с сыром и базиликовым соусом, все-таки выигрывает. Десерты красной команды – это отдельная история. Сначала это были шу с лимонным курдом. Прекрасные пирожные, вкусные, приятные. Мы все начали улыбаться, но это было только начало. Потом к нам пришел лунный тарт. И здесь я понял, что день был прожить не зря. Я съел каждую дольку, каждую клеточку этого крема. Это очень круто. И вот такой десерт – это победа. Мы выходим на голосование. Все зареванные, заплаканные. У нас был пятиминутный перерыв, мы успели нареветься, наплакаться. И знаешь, как у нас очи, как у детей, которые побачили долгожданный подарок. Короче, очи вытарочила и клипаю. И капец. А они все такие есть в жизни, как и по телеку. Ничего не меняется, понимаешь? Прости обычные, без всякого лишнего пафоса были. Мне нужен кусок мяса, тарелка, риса, к примеру. И я пытался это найти в ваших блюдах. Этого я не увидел здесь. И поэтому начал отталкиваться из того, что у нас едут коцесси. Ну, в общем, мне понравились красные друзья. Спасибо. Почему? Потому что... Потому. До свидания. Потому что были на порции такие вкусные, но тоже мало. Мало вообще, мало. Больше давайте, спасмена. Спасибо. Будьте счастливы. Здравствуйте. Думала, что я отдам голос за команду красных. Потому что вкусные десерты и хорошие закуски. Но мужчины, мясо. Я считаю, что если в команде есть мужчины, двое мужчин, то блюда из мяса должны быть качественно лучшие такими мужскими. Я понимал, что это камень в мой такой город. Ну, не камень, а просто, что это мне такая подача, чтобы быть более внимательными или собранными. Я это понимаю. Я в один момент хотел сказать, что, извините, я хотел сказать, что это я сделал это мясо. Это я его неправильно сделал. Чтобы люди на меня давали, а не на команду. Наташа, я позвала тебя для того, чтобы ты подала десерты, как ты это можешь. Сегодня они не были такими вкусными, как я ожидала. И тем не менее, мой голос вам. Пожалуйста, сделайте все возможное дальше. Я уже такая сама стояла, понимаешь, написана, думаешь, ммм, такие неблагодарные гости. А тут выходит Дераза и говорит, Катя, вам нужно взять мастер-класс у Наташи, как общаться с клиентами. Ну, она красотка, реально. Тупо и мне было дуже-дуже-дуже приятно. Ой, все, ну, пусечка. Я болею за тунец и не команды. Спасибо. Спасибо. В первую очередь хочу поблагодарить вас за еду. У вас я заказала десерт, и я на него полагала большие надежды. Вы так мне его вкусно расписали, что я уже ждала, не могла дождаться. И принесли его. И выглядело это так красиво, но страшно. Потому что так, прям, как лужа крови в ней, какая-то такая штуковина. Флирт. Да, ну, это, да, флирт. Такой был, ну, это был жесткий флирт. Кто-то таки отказал. И в этот момент, о, чудо, выходит мужчина, очень спокойный, не создает лишних телодвижений, говорит, это вам подарки. Это шоу, этот десерт, он просто, вы знаете, он как раз и перевернул все с ног на ногу. Поэтому, это вам. Спасибо большое. Здравствуйте, ребята. И вы знаете, что я буду судить строго. Хотя я очень справедливый человек. Видимо, одной команде просто повезло, что я заказывала рыбу. И эта рыба была вкусная. А я ее очень люблю. И это красная команда. Я голосую за вас. Спасибо. Тартара из лосося с манговым мятным чатни и соусом из каракатицы и крипсом меня удовлетворит. Я такое блюдо покупаю. Это было, знаешь, наверное, самое высшее, наивысшее похвала за сегодняшний день. Но его готовила Лена, поэтому ей респект за это блюдо. Я голосую за синий. Мне было очень приятно, что, знаешь, люди типа оценила. Синяя команда – это вам. Спасибо. Это такая ситуация. Два голоса за червоных. Мой выбор – красная команда. Потом начинаем мы нас догонять. Да, мой голос. Потом у нас снова терминтирован. Я голосую за красных, но вы молодцы. И нам накладают, как ты понимаешь... Сегодня мой голос за красную команду. И мы понимаем, что последний голос у нас не 8 баллов, у нас 7 баллов. То есть, если последний голос будет наш, будет ничья, перемогла дружба, мир, спокойствие, немощерного фарта. Тунец – вкусно. Камамбер – очень вкусно. Шу – прекрасно. Тарт – ням-ням. Лунный тарт я посоветовал бы купить своим друзьям, знакомым и всем. Спасибо. Это объедение просто... Конечно, красный. Я голосую за червоное имя. Та-да-да-да-дам. Красный. У вас сегодня 9 голосов. Синее. У вас 7. Мы выкрываем. Обычно, когда я выкрываю, я радуюсь. А сегодня я плачу. Я даже не поняла, почему я плачу. Мне просто так хотелось сегодня выиграть. Девица 9. Йо-майо! Йо-майо! Я ненавижу этот конкурс. И остров проклятых. Показано. Так, это знакомый вам остров проклятых. Это значит, что ты застрял в какую-то халепу. Я тебя отправлю, потому что я после тебя морковку чищу. Бляха, эта картошка тут капает. Масло пищу. Всех черных гнать на остров. Да, называем вещи своими именами теперь, да? Асмик. Наташа орет на Вику. Что? Я не буду работать. Он жахливый. Руслана Рядовна Наташа. Отходишь. Руслана Рядовна, ты больше не работаешь здесь. Вика Нарядовна Наташа. Уйди. Уйди, займайся своим. Самый-самый сложный конкурс эмоционально. Не пропустить. Заходим свиннокухню мастер-шеф, а тут... Йо-ма-йо! Ха-ха-ха! И тут опочки щореги я бачу знову. Не просто клитки, не просто остров, не просто цей дим. Сюда там руки, трупы, крови. Зайди, понимаешь, на кухне. Може, не треба? Я думала, фуууу. Ну, тільки не це. Памятаешь, я минулого раза, Саша, на том конкурсе была капитаном, и мы хапанули чёрный. Разумеешь, ну, типа, асоциація у меня не фунтан с этим конкурсом. Ух, класс! Я думаю, йомаё, я ненавижу этот конкурс. Самый-самый сложный конкурс эмоционально. Самый сложный. Хуже этого захода на кухню мастер-шеф я просто не помню. Он реально адский. Червоні, вітаю вас перемогою в попередньому випробованні, яка далася вам ой, як нелегко. І хочу дещо сказати одному з ваших учасників. Рослане, вчора ви порушили всі писані і неписані правила поведінки на кухні. Ви показали себе з найгіршої сторони. Так тут ще ніхто не поводився. Це плювок на весь кулінарний етикет. І хочу вас попередити. На Битві Чорних вам доведеться здивувати нас дуже хорошою стравою, щоб перекрити кулінарним талантом свою негідну поведінку на цій кухні. А тепер може підніматися на балкон. Дякую. Ми піднімаємося на балкон і розуміємо, що зараз тіннікі в жарі, в пекле, в цьому аду провести голосування. Голосування у нас було дуже серйозне. У нас голосувало аж три чоловіка. Сам прикол в тому, що ни у мене, ні у Наташі не було вибора, проти кого голосувати. Ми будемо голосувати тільки один проти одного. Наташа, не проти тебе, за тем. Найобґрунтованіший злив, розумієш, за весь сезон Мастерша. Просто єдиний варіант. Ну, Лєнка, ти мені одне сертечко, я тобі три навалювала. І тут головна інтрига дня. Проти кого же проголосує Вікторія Король? Та, она ідіотка, она маразматичка, шизофреничка, вообще невменяемая. Ну, а она буде решать судьбу девочек. Лєна, ти взяла на себе ответственность за десерти. І я думаю, боже, зараз мені вже нацеп. Десерт, який придумала Наталія, це було таке смілое вирішення. Ну, трохи флірт виявився жорстким. Король, якщо ти вдінеш мене, то не дай Бог, в тебе хоть один процес страви буде залежати від мене. Ти ні черта не подаш, бо я ж ємон декого. Так що, Наташа, ну, не против тебе, а против этого десерта. А честернадцятий. А що мені казати, розумієш? Я собі тішуся, бо світовий рекорд ми поставили три тижні тому на одинадцятому чорного. А сьогодні чотирнадцятий, щоб ти розуміла. Мене це завжди бентежило, коли Наташа з радістю бере чорний фартук. І це не якийсь ордін. Я розумію, що чорний фартук зняти, це значить щось зробити толкове. Ну, і одягати його не потрібно. Тому що ти, коли вдіваєш чорний фартук, це значить, ти встріяв якусь халепу. Останній чорний працкітував. І далі у нас, як обично, після голосування битва чорних. Ну, не сьогодні. Наші судді нас обрадували, що битва чорних переноситься. Сьогодні у нас конкурс. Сьогодні всі ви будете працювати однією командою. А страву, яку вам необхідно приготувати, упевнено можна назвати легендарною. Ми стоїмо в інтерезі. Минулий раз, щоб ти розуміла, коли був цей островий в проклятих. Ти пам'ятаєш, яку ми царську шапку імператора, розуміше, готували. Просто мама нігаріє. Думаю, ну того разу, явно, буде, знаєш, не легше. Голуб золотий бакюз. Ох ти шо. Пряний хліб, груша, рулетики, ще рулетики, ще хліб, соус. Ножка, це його голубя, грудка голубя, трюфеля. Тихо, тихо. Я просто стояла в шокі, тому що на тарілці було щось неймовірне. Знаєш, якби був просто клієнт в ресторані і сказав, боже, як класно ням-ням. А я так, як майбутній повар і зараз повар, я подаюся, боже, скільки там процесів треба зробити, щоб цю страву подати. Напередодні фіналу ми все більше і більше даємо вам самостійності та свободи вибору. Сьогодні ви також самі прийматимете рішення, і ми хочемо побачити, чи змінилося щось з минулого такого випробування. Так, це знайомий вам острів проклятих, і, як і минулого разу, ви відправлятимете туди людей, яких вважаєте гіршими. З першим дзвоном на острів вирушать одразу двоє учасників, потім по одному. Поскольку я капітан прошлого конкурсу, вигравши команди, у мене є така привилегія, я повинна прослідити за тим, щоб цього людину все-таки команда вибрала, щоб цей людина пішов на острів проклятих. Це випробування дає вам максимум свободи. Ви самі розпоряджаєтесь долею одне одного, але дивіться, щоб не вийшло як минулого разу, коли ті, що в засланні, виявилися кращими, аніж ті, хто мав владу, і не зумів належно скористатися неї. Якщо люди, які опиняться на остріві, приготують кращу страву, перемога за ними. А капітан, що програє, повинен буде прийняти рішення, хто з його команди вдягне чорного фартуха. Натомість острів'яни отримають можливість зняти один чорний фартух з учасника, що готував поруч з ними у вигнанні. Це хороший приз, за якийсь слід поборотися, подумати, яким чином це зробити і поборотися з це, тому що це реально круто. Але якщо люди в ссылці опустять руки і приготують худшого блюду, то все обитателі проклятого острова оденуть чорные фартуки. Готовы? Да. Время пошло, біжим за наш стол. А с вами що роботи? А? Що мені зробити? Що мені зробити? А з чого мені зробити? А ти ж бачила сама, чому я дознаю роботу? Ми ж бачили все? Вместе пробували. Чому-то ніхто не спросив у мене, може я почну зробити сам ролл. Я поняла, що ніхто не хоче зробити цим роллом. Я почала зробити саму сетку, щоб помыть і почати зробити цей ролл. Наталі говорить, що мені зробити? Говорю, займись муссом. Робла нещо в блендере. Зрешли вручну нарезати. Хорошо. Ну я собі його нарубала, розуміюш, збила білки туди-сюди, закрутила, завертила, все як має бути. Лена предложила робити соус із костей, король чистить картошку. А Руслан поставив воду кипятити і просто ходив, подсматривав всі процеси, хто що робить. Це для муссу? Так, це для муссу. Так, звісно. Руслан, ти не ходи, не запоминайся, зроби щось. Я пішов зразу, взяв голуба, бачу, що треба трошки пощіпати, я почав його щіпати. Я зразу згадав своє дитинство, коли мені було років 15, у нас стара кантора була в селі, в Топорах, це Ружинський район. І ми лазили по тій горі, а там дуже багато голубів було. Ми коли з таких голубів у себе, тільки свійських, я не знаю, що це свійський, і рубали, і їли. Звісною просто, зроби масло. Звісно. Сердечко отдельно лежить, грудки отдельно лежать. Ну, типо, ми взагалі красавці. Ребята, давайте починаємо решати, хто уходить на остров. Ти йдеш? Да. Чого? Бо мені не до шансів. Я реально хочу виборати собі білий фарт, його до старкового. Бо я вважаю, що сьогодні я його вдягнула, ну, несправедливо. Ти більше всіх зробила, ну, я не можу тебе відправити, як саму слабу. Так нільзя робити, давайте играти по-честному. Послушайте мене, послушайте мене. Я повинна відправити самих слабих, які на цьому етапі. Рішення прийнялось так. От на факту на цей етап, хто що зробив. Хто менше зробив, хто й уходить на остров. Наташа на цей етап мене вже приготувала куриний мус і почала робити картофель пай. Руслан поставив воду, Віка почистила картошку. Асмік, хочу почути ваше рішення. Руслан і Віка. Ці люди дійсно зробили найменше процесів зі всіх. І їх відправлю на остров. Руслан. Руслане, Віко, рушайте на остров. Два шизофреника, Абрама и Сарочка, два ідиота отправляются на остров. Викулечка, Русланчик, Викулечка, Русланчик, у нас здесь все так слаженно, у нас здесь все так хорошо. Просто голубки воркуют, понимаешь? Тут сорокалітня просто шизофреничка і двадцяти восьмилятний дебил. Как только мы зашли на остров проклятых с Викторией, сразу распределили обязанности. Так, голубя, бери голубя. Я нарезаю овощи. Давай. Наконец-то начинается настоящая работа. Полотенце есть, значит, Руслан в деле. Я взялся разделывать голубя, достал грудку, достал сердечко. Плюс старался сразу же приступить к куриной грудке. Я знаю, что уже команда белых делает неправильно, потому что они мусс не пюрировали в блендере, а они его просто рубили ножом. Мы все должны успеть сделать. Все будет хорошо. Мы работали молча. Мы делали свое дело. И мы знали, кто что делает. Мы знали, что нам еще нужно сделать. И это было спокойно, в тишине. Кто бы говорил, да? Виктория и Руслан. Готовить без Руслана и Вики было шикарно. Потому что мы и так, по сутю, без них готовили. А теперь они нам не мозолили очи. Вот не мозолили людям очи. Понимаешь? И тогда ты себя чувствуешь больше спокойным, вравноваженным. Больше в своей тарелце. Лена, как наш соус? Вариться, упариваться. Я доводила уже почти до финала свой соус. Уже мне нравился блеск, консистенция. Я пробовала вкус. Мне этот вкус нравился. Я чувствовала, что он сладковатый. Казалось, все просто супер. Я себе ходу, семки плюю. Понимаешь, как гопник на районе. Туди-сюди, туди-сюди. Как цыганка на вокзале. Понимаешь? Не знаю, где неприкаяно стати собе. А смогу что работать? Наталя, почему меня спрашиваешь? Сделай какое-то. И знаешь, не стыдно ходить, ничего не делать. А с другой стороны, я понимаю, что мне не нужно ничего делать. Господи помилуй, дожили до того момента, что я хочу в команду с королем и Русланом. Я тоже в черном. Я стараюсь помогать те, те, заглянути везде, чтобы помогать. То вона, людина, просто расслабилась и ждет, чтобы пойти на тот остров. Как будто там медом намазано, чи там реально проще будет. Кас, не говори, есть что? Поехали, выкладывать мусс. Смотрю на этот куриный мусс, он весь в прожилках. Наталья, блин, куриное филе перед тем, как в мусс превращать, надо чистить. Новый мусс делать некогда, время уже остается, не знаю, 35 минут. Оно должно уже вариться. Мы с ней сформировали этот мусс, она выложила цукини. И когда я побачу, как она выкладывает цукини, я хотел сказать, а зачем так много цукини? То есть можно было слайсы по-иншему положить, 2-3 слайсы и все. Ну, вона работает, вона капитан, хай вона работает. Тут я смотрю, Наталья взяла и открыла духовку с бисквитом. Картофель Анну вставлять. Наташ, зачем ты открыл? Ну, хай сюда все, откачайте все. Тут вышла такая плюоралистичная ситуация, оскільки я ее мусила поставить, иначе она была почернила за этот час. Але в данный момент там стояв а-ля коржик Катя. И Катя дуже підняла буча. Наташ, ну ты что, издеваешься? Это же не бисквит, Боже, Катя. В смысле не бисквит? Ну что, Боже, Катя, Наташ? Просто она меня выводит из себя. Ну ты не могла подождать? Ну серьезно. Ты прям хочешь, чтобы я не признала. Катя, что, эгоистка? Не может поделать ты себе мою духовку, или что? В чем справа, Катя? Бисквит может упасть. И вообще, как можно жарить картошку с бисквитами? Наташа, как бы, вроде не специально, но вроде очень хотела на остров. Решите, кто идет на остров. Ребята, голосуйте. Кто наступный? Мы нашли в дефекты в работе Наташи, как бы был мусс с прожилками. Наташа заснул мне картошку в бисквит, он мог упасть. Мы голосуем за Наташу. Хорошо. Ха-ха-ха, вью-вью, разумеешь, классно. Я хочу что-то попробовать, но даже сама забабаху, это старая за годину. Мне параллельно, это маленький виклик. Что у вас есть? Чуете, что у вас есть? Что делать? Есть тесто, делай тесто. Все. Я начинаю, как бы, висититься тесто. Розтоплюю мед, кидаю очень много специй, молоко, это все замешаю, я, разумеешь, оно у меня выходит. Ну, не бори, даньки, как на медовый. Ну, думаю, ну, поедай, мало бы спектися. Духовка вимкнена? Блин, вы что прокалываетесь, а что? Лишилось 25 минут, духовка не вимкнена, разумеешь? Сделай, пожалуйста, хлеб и грушу. Наташа. Я хлеб уже... Хлеб уже... Ставлю в духовку, просто вон на кулок. Где? Слишком жидкое, это слишком жидкое, это слишком жидкое. Это жидкое. Очень жидкое, Наташа. Очень плохое тесто, очень. Вика, вот ты его мало заработаешь, пиво. Делай грушу! Наташа! Глазируй! Глазируй! Наташа, сейчас поедешь в детский сад, ты ему с тобой обращаешься. Глазируй овощи, Наталья! Два бебела. Это сила. Вони с ней шли один одного. Хм, цікаво, чему так пизденно, разумеешь? Ну, это просто клиника. Реально клиника. Нет, прости. С нами так не пойдет. Наташа, слушай, пожалуйста, что говорит Вика, хорошо? Спокойно. Вика, тут капитан, Руслан, я не могу заразуметь. Капитан здесь я. Я здесь капитан, Наташа. Расслабься, все, капитан есть. Давай работать, ну... Я включаю духовку на максимум. Включаю, ее, разумеешь, на кондиционер, конвектор. веер, обдувок. Типа молюсь, чтобы у нас по классу хоть якость. Мало того, что идет снизу у нас дым этот, еще духовка с пароконвекцией, знаешь? В общем, естественно, какой же там будет хлеб печься? Он реально не печется. Переделывай тесто. Не переделывай. Русик, переделывай тесто. Вика говорит, сделать мне новое тесто, я начинаю делать тесто. Мед где? Где мед? Надо, я уже выкорчила. Где горячий мед? Где мед? Ну, блин, ты же не разумеешь, с большого разошел нового маму теста. Мед где? Ты не разумеешь, с дорогого разошел маму теста. Ты тупенький, да? Клопчик. Я уже выкорчила. Где мед горячий? Нужен еще горячий мед, ты сделаешь плохое тесто. Где горячий мед? Где обычный мед? Нема. Я все выкорчила. Она использовала весь мед. Не, ну вы это слышали? Я занимаюсь своим, Наташа опять лезет, рассказывает, что вот, Виктория, ты тут не то делаешь, ты тут не так, ты что вообще? Вика, сейчас не час для соуса, мне вариться мясо. Еще мясо не готово у нас. Ты что, дура? Треба мясо ставить, вариться, типа, схаменись, баба, подумай себе, логично, ну, двумя звилинами, хотя бы. Ось. Вона далее протирает соус. Вика. Давай, пожалуйста. Вика, ты не соусом маешь заниматься, это ростальнюю секунду. Наташа, работаешь спокойно, делаешь то, что говорят. Я спокойно, просто вы что не розумеете, что она пів годы не маешь вариться. Наташа, сейчас мы уже кидаем. Ну, в конце концов, ты пришла, во-первых, позже на остров. Мы уже здесь половину процесса сделали, да? Ну, пожалуйста, у тебя есть возможность сделать еще вторую половину и больше ничего, ну, не портить и не влезать в то, что уже сделано. Зачем? И тут я бачу, она нарешті взялась за мясо. Когда я формировала рулет, у нас была вот эта вот пищевая кишка, да? И потом сверху этот мус на кишке, и я потом на этот мус выкладывала с слайсами. Вика, Занимайся своим. Уйди, займайся своим. Что ты делаешь? Скажи, что ты хочешь? Ты подивись, она хреста помнаставляет все, что мая будет в полоску. Что ты хочешь? Что тебе не нравится? Полоска, крестик, кружочек. Наташа орет на Вику, Руслан орет на Наташу, Вика орет на Наташу. Нам хотела сказать, Наташа, засри им там все, пожалуйста, пусть команда победит. Ну, вы же все равно в черном. А с тебя точно они снимают. Пошло вот там 15 минут, я достаю свой бисквит из духовки. Фу, бляха, эта картошка тут капает, масло течет. Там просто караулся ты картошкой, масло повытекало. Просто все горит, пылает. Фу, фу, блин, Натали, я тебя сейчас убью. Упс. Ну вот, смотрите. Что такое? Что случилось? Смотри, слышишь? Ну, типа, это и не бисквит, и не хлеб. Знаешь, он такой странный, такой консистенция. У нас был неправильный хлеб, он был мало пряный, и он был похожий лишь на бисквит, а не на хлеб. И цей хлеб мне казался вообще сырым. Не сласен сыр. Я сказала, что немножко сырва, давай допечем одну часть. Поставь духовку еще. Ну, 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 окей. А, берешь его с бэйби-морковой, кто это делает? Нету еще, никто не делает. Давай я делаю. Хорошо. Закинул овощи в сатейник, оно уже в мене варилось, я побег, взял вспашку, чтобы проверить. Підбегает Катерина. Помогите тебе? Давай станем почистить. Давай. Давай. Мы начали чистить с Катериною, это Катя начала ножом. Смотри, я чистю вот так вот. Дивись, а я вот так чистю. А я знаю, что бурячок, он как что, сваренный, хорошо так нажимаешь на него, бум, и кажется, залазит. Как у тебя так получается? Я говорю, а Марку, я говорю, буряк дома, то я знаю, как он быстро. А у нас стоит ножом. То есть у меня, когда я снял, у меня буряк был ровненький, понимаешь, он гладенький был. А в ней видно, что ножом вот таке, ну, пошкрябанное трохи. И начинаю морку. Одну я почистил морку, одну я помил, дуже хорошо, дуже хорошо я вымил. Я покладил сотейник и поставил на вогонь. Чуешь, а что, морковка не была почищена? Эй, а морковка не была почищена? Я сниму потім, я потім сниму. Нет, смотри сюда. Ты должен ее сначала почистить. Я тебе почистил. Дивись, для того, чтобы ланшировать, морковка уже должна быть презентабельная. Вот она уже презентабельная. Давай я сделаю сам. Просто почисти ее, пожалуйста. Я в какой-то момент подумал, блин, сейчас меня точно не отправляют. Знаешь, але я ж думаю, сколько процесов поработал за эти 30 минут, там, или сколько прошло. Я всю чищу морковку, тут гонг. Я тебя отправлю, потому что я после тебя морковку чищу. Морковку не почистил. Ну, че я ничего не моркови не будь? Ну, короче, это так глупо, тупо так было глупо, знаешь. Что, я почистил? Ну, ладно, давай, я почистил. Что скажете? Олег, найслабший, я смеку. У Вектора такие баняки, ну, не баняки, а такие очи, знаешь, у Вектора. Он просто не понял этого юмора. У меня так получилось, что мне кажется, что мы не можем понять, кто у нас тот самый слабый. Тоди проголосуйте всі. Конечно, я согласна. всех черных гнать на остров. Всех. Зачем так рисковать? Типа, если черные проиграют, они одевают, остаются в черных фартуках. А если выиграют, то хотя бы у из белых будет выбор, кого одевать. То ж все проте Олега? Да, называем вещи своими именами теперь, да, АСМИК? Кто у нас самый слабый? Олежка оказывается. Лучший друг. Я думаю, что она все-таки его убрала не потому, что он что-то не так сделал, а потому, что он ей просто не нужен. Хорошо. Олег. пролезает, левая не пролезает. Переходит Вика за следующий этап. Вика начинает делать чудеса. Подужатый 5 килл пекла заради омриянного кителя. У меня тут все запотело, я ничего не вижу вообще. Не пропустите. В эфире Мастер Шеф. Участники мають приготувати складную авторскую страву від суддів. АСМИК керує командою і за покликом чорного дзвону має зсилати найслабших кухарів на острів проклятих, де необхідно готувати ту саму страву. Остеннім на острів АСМИК відправила Олега. Я бігом лечу туда, я просто забігаю на той остров. Подожди, стоять, дай я подивлю, що тут. Давай, на-на-на, посмотри. Вика, подожди! Дивлюся, начинаю проверять. Я сразу до основного, бо вона вже починаю скручувати там щось. Вика, ты че було приборачив? Вика! Я починю проверять. Так, це є, полапав, короче, цей мус, мус м'якенький, хороший. Дивлю цукині, небагато цукині, думаю, Боже, цукині небагато, так як АСМИК багато брала цукині. Соус уже был готов. Он был у нас такой, ну, можно сказать, чуть густоватый, да? Больше густой, чем совсем жидкий. Вика! Что тебе не нравится? Уже заворачивайся. Ну, ты его попробуй, він жахливый. Отличный соус. Я вижу, что у нас выходит ситуация из-под контроля. Мне необходимо брать ситуацию в свои руки. Так, Наташа, ты че отойдеш. Дивай, пожалуйста, свое. Все, отходи, отходи. Руслана, руки венаме забрали. Ты здесь больше не работаешь. Ты мешаешь. Сказала, руки. Я вынужден был прийти к ранним мерам и просто закрыть от нее поверхность, дать ей понять, что вот, посмотри, у меня вот передо мной люди стоят, работают, пока ты мне за спиной кричишь, дорогая. Там, по-перше, слишком, бо вся эта пара ида від цього котла туди-сюди. Мне реально слишком. Я могла впасти в любой момент. А він далі тупо суне. Ну, типа, бик. Просто бик. Сказала, руки. Ты мешаешь всем работать. Ты шо, адекватно, чи ні? Наташа, стой спокойно и его не трогай. Наташа стояла вообще, знаешь, как изгнанная уже даже с острова, понимаешь? Именно Руслан ее изгнал с острова. Веди шовет, мэн. Отойди, все. Ну, при этом все равно она возмущалась, знаешь, как там жареная курица или как жареная червь на сковороде. Она взвивалась и пыталась там все равно вклиниться в эти процессы. Ты хорошо завязывайся. Что ты, что надо робиться? Он шахливый. Так. Уйди, я сказала. Что уйди, ты про? Уйди, поставь его. Починается, біля мене всяка фигня происходит. Вика начинает на Наташу орать, Наташа на Вику, Руслан за Викой тянет. Я в этот момент, мене вскипило. Так, а ну не кричите, станьте. Что вы бегаете туди-сюди, как на срачку? Девочки, не ссоримся, девочки. Туди-сюди, аааа. Мне же того бракует, вижу. Ну тебе вообще адекватный. Просто стукни, и все будет, ну, может, норм. Забирайтеся, зробили грушу. Не кричи на мене, Олег. Вы кричите, понимаете, чи нет? Успокоились быстро тут всі. Задача, говорю, сделать блюдо, а не орать тут. А вы понимаете, чи нет? Ну быстро, говорю, зачислили цього стола. Я не хотів казать срач. Знаешь, как я люблю сказать, коли срач происходит? Вы же жінки, на кухні не може такого бути. Брейк, девочки, брейк, стоп, стоп. Понимаешь, с моим таким командирским, капитанским голосом, что он нас разнял, потому что реально, ну, надо было спасать ситуацию. О, Лешка пришел. Все, Наташа, тебе капец, оплык. Хавайся, мала, хавайся, все. Там такое просто, они друг на друга просто кричат. Соус у них не тот, цвет у них не такой, так не то нарезали, тот тому не то принес. Толкаются, кричат друг на друга, орут друг на друга, оскорбляют друг друга. Стою, говорю, девочки, вы соберитесь, говорят, у нас не должно отвлекать, мы должны закончить. Девочки, жарьте фуа-грус. Жарим, жарим. Лена пожарила фуа-грус, Катя вместе сделали начинку для груши, положили в грушу, и груша у нас уже готова. Есть сердечко, есть эти ножки. Рулет мы достали из воды, начинают девочки жарить. Астаник начинает жарить, масло вроде нагрелось, а курица вообще не покрывается корочками. Мне кажется, может, масло надо было бешать, чтобы оно прямо вот так, как фритюрилось. Сливочное, может. Сливочное, оно быстрее горит. Давай. Жарим, 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 жарим. О, боги, мы видим, что появляется золотистая корочка. Я говорю, так, давайте режьте. Будь готовым внутри, пожалуйста. Они разрезают, значит, рулет, отрезают копу. Я вижу, что этот голубь сырый. Ну реально, он сырый, он просто сырый. Это готово. Астаник стоит, скажет, не, он готовый. Я думаю, боже ты что, вообще, я готовый, короче. Цей рулет погано тримается кучей. Он разваливается, потому что он неправильно скрученный. Короче, я такая стою и думаю, ну да, ребята. Внимание, у вас осталось три минуты. Наташа, что ты делаешь? Новый соус! Что ты делаешь? Наталья решила, что это очень густой соус, решила его переделать. Я взяла ци кости, которые уже были беушные, просто секонд-хендеры, розумишь? Почала варить новый, новый, новый соус. Так она, Олег, что у нас есть соус, Олег? Сара, я побачу, Микит, той-чей-той. Есть гуще, есть жижа. Потом мы ее соус смешали с моим соусом, потому что у нее очень жидкий был, а у меня такой, знаешь, больше густой, чем жидкий. Мы смешали, и получился идеальный соус по вкусу и по консистенции. Так, спокойно теперь делаем презентацию, ребята. Тут я беру тарелку, накладаю свей соус, так, как самокаплетка Мейкенбук. Тут король, короче. Наташа, что ты сделала? Там было три капли, если ты не запомнилась. Мы должны сначала положить, а потом. Сначала ложится мясо, потом соус, туди-сюди. Король, ты бачила, чтобы соус был на мясе или на тарелке? Но включи логику, что от перестановки до данных сумма не меняется. Что я его поставлю вперед, на него мясо, а что я поставлю мясо и бля него соус. Отойди, Наташа, ты перед тем, что-то делать, должна подойти и спросить. Дай вопрос. А можно сделать презентацию, а мне нельзя? В смысле? В смысле, да не в смысле, нет никакого смысла. Я понимаю, что у нее есть какая-то определенная картина того, что она себе нарисовала маслом. Ну, они у меня забрали тарелку, я что, типа, встану обиджуюю, боже, у меня забрали тарелку. Я взяла и вытянула знову, типа, что, ну, мне дофеня, понимаешь, их думка. Наташа, ну зачем ты это сделал? Ну, сначала мясо выкладывайся, а потом соус! Ну, сначала мясо выкладывайся, а потом соус! Не ругайтесь, боже, подландская, что вы ругаетесь? Руслан, ну, чтоб Хайман. Я им говорю, а ну быстро зачистивайся. Легом угадывайся со стола, вот это не нужно, забрайся, вот это не нужно, забрайся. И вы не начали убирать со стола. Участники, внимание, пошла последняя минута. Катюнечка, бери тарелку для презентации. Да. На хлеб поставили грушу фаршированную, тут картошку разложили. Я нарезаю рулет. Я просто выхвачиваю кусок, я его кидаю на сковородку и начинаю просто жарить, жарить с той стороной до цихого. Осталось 10. Осталось 10. А смех? Нет. Ну, выставили реально цей кусок, який я прижарила. Хотя надо было все кусочки обжарить, то, что, ну, было бы беда. 8. Соус, где наш соус? Еще где был соус? 7. Еще. Рядом, вот здесь. Это вот всегда у нас так, все ей дают отчет, мы соус капаем. 7, 6, 5, и я капаю эти точки. 4. Надо было реально занятися нашим роллом. Я, знаешь, так, отрезал попку сначала, попку, загляну, думаю, так, як це попасться на трюфеля? Честно, у меня была такая думка, бо коли я бачил презентацію, там трюфель тречок. Я думаю, як це попасться на трюфель? Знаешь. Три. Еще один кусочек, Олежа, еще один маленький кусочек, клади. Два. Зелень дайте якусь. Зелень. Зелень с той стороны. Буракай! Вот, вот мангольд, вот мангольд. Один. И мы выкладываем, 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 и эту ножку потом в конце, бам, поставлю. И стоп, время вышло. Ребята, отошли от блюда. Я реально був шокований тим, що я бачу, що страва подана. Колір соусу, колір самого голуба, самого ролла. Все компонувало. То есть вся композиція страви була хороша, мені подобалась. Смотрю на свою тарелку і понимаю, що мені подобається наша презентація. Ну, може бути, вона не настільки чітка, як було в оригиналі. Ну, все є. І тут вердиктами стоїмо, а дві команди підходять зараз до суддів. З левой сторони стоять чорненькая команда, з правой сторони стоять беленькая команда. Вроде бы команд не було, а стоять. Я хотів цю картину дуже побачити з сторони. Біле-чорне, знаю, чорне-біле, як там ін-янь. Команда білих проти острів'ян у чорному. Цікаво, хто упорався з завданням краще. Якщо острів'яни програють, то чорного фартуха жоден з них отримати не зможе. Тож, якщо острів у чорному поступиться білій команді, один з вас, острів'яни, поки не проект назавжди. Ціна перемоги дуже висока, правда? Давайте ж подивимось, що приготували білій. Ця презентація наближена до оригіналу. Наше блюдо по презентації більше похоже на оригінал. У острів'ян, ну, так себе, не дотягиваю. Хліб недостатньо приправлений. В ньому замало спецій. Хто відповідав за цей процес? Чому так сталося? Ну, я бы боялась добавлять много корицы и кориандра, щоб не перебить слишком вкус. Стою, а у меня просто холодний. Какой-то пот или... Нет, холодний. У меня в холод жар пускает, в холод жар. Я стою красная. Понимаю, что если проблема только в бисквите, мы проиграем из-за бисквита, то я иду на битву черных. Возьмем, пробуем наш коржик. Вам таки вдалося нашкрябати трохи меду, і цього достатньо, щоб додати тісту приємного солоду. А потом Ектер пробував рулет. Ваш голубь, виглядає сирим. Но я не виновата, що грудка голубя внутри срає. Ми її варили всі. Цютини разлаживали всі. Мус готовила Наташа. Потім подивилися на страву черних, вони більш-менш тримаються форма. Мус вкусніший, він воздушніший. І у них голубь готовий. І я зкоштую соус. Наш соус був по цвіту більше похож на оригінал, але по вкусу він був дуже сладкий. У островитян вкус соуса був дуже хороший. Я бачу, що пробує Ектер там-там. У нас є плюси і мінуси. І в команді білих, я вже кажу, є плюси і мінуси. Тут просто пила Таню. І так, знаєш, воно зовсім по іншому сидить. Так по жіночим. Мілочі бачить, знаєш, що чоловіки не помічають. І тут воно навіть помітило, скільки на шарів цукині там порівняно з білим. У нас ситуація краще. І вони йдуть говорити. У одніх презентація краще, у інших техніка і вкус. Тобто треба зрозуміти, що поставимо на перше місце. Довго, вони говорили. Я вже думаю, так, а що ж мені вважати? Подожди, ектер казав, там плюс, там мінус, там плюс, там мінус. Служний вибор, і у них служний вибор. Тому що це теж пряма путевка в кітеля. Що ж, одні з вас припустилися помилок з усіма складовими. Тісто, соус, а головне – зіпсована зірка страви. Голуб! Інші ж, хоч і сварилися, однак подали нам майже довершену страву. Мене почало трохи в пот кидати, вже, розумієш? Я реально дуже хотів, щоб остров виграв. Ла ісла де лострів'ян. Дякую! 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 Дякую, Наташа, дякую, Вика, дякую! Дякую, Наташа, дякую! Дякую, Наташа, дякую! Ви маєте назвати ім'я людини, яка вдягне чорний фартух. Дякую! 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 Дякую, я скажу, що голубь там був, ну не до жареного, це твоя вина. Це наша обща вина. Бісквит – наша обща вина, соус – наша обща вина, всех троих. Все виноваты. Я зробила начинку до грушек, я зробила портофельки, я зробила соус, була сладковатим. А Громов, как всегда. Ваше решение. По факту это было не 10 секунд, это была не одна минута, это было не две минуты, это было где-то три-две с половиной минуты. Что случилось, ОСМИ? Где твой взгляд, где твой голос? Где ты, ОСМИ? Кто ты, ОСМИ? Ответь. Вот такой вот интересный вопрос, и мы видим ответ. Это будет Лена. Почему? Ну, я сейчас разложила все процессы по очередности, кто что готовил, и соус и картофель Анна – это Леночка. То есть, если у Кати нема неправильной консистенции у хлеба, нема неправильного вкусу у хлеба, так Катя не уходит. А если у меня консистенция правильная, ***, вкус у меня чуть-чуть сладковатый, просто идеальный цвет, и я сделала просто то, что похвалили, еще начинку для грушек, картофель, пожарила ці ножки сердечком. Так я маю чорный одень. Лена? Прокоментуете? Нет. Зачем я буду сейчас рассказывать? Я просто постараюсь показать на битве червених, что, ну, типа… Мы поднимаемся на балкон, и стоят внизу островитяне. Сейчас мы будем выбирать того, кто снимает черный фарт. Руслан? На мой взгляд, это будет Виктория. Почему Виктория? Потому что Виктория составила мне компанию, мы были первыми на острове, она взяла ситуацию в свои руки, мы быстро распределили процессы и набрали хороший темп. Виктория? Я голосую за Руслана, потому что я ему говорила, как делать, и он все сделал правильно. И он еще меня защищал, когда Наталья там нападала, когда она вот сирену включала, понимаешь, своего этого вопля, вопля Водоплясова, знаешь. Я свой голос віддаю пане Наталке за соус. Инколи в ресторанах, я небагато разбурсана, когда страва сдобна, но не хватает специй, например, не хватает специй, то завжди на помощь придет кто, на помощь придет соус. Наташа? Если вы думаете, что в такой хитрый способ все снимете черные фартухи, то вы ошибаетесь. Не можете прийняти решение, значит, его приймемо мы. Мы проанализировали поведенку каждого участника и дійшли висновку, что была одна людина, яка спочатку добряче попрацювала в команде білих, а потім, потрапивши на остров, намагалася навести лад там, взяла на себе большість кулінарних процесів и уборалася з ними навідеменно. Я уже стоял и просил, Боже, поможи мне. Кажу, мама, поможи мне, мой ангел-хранитель. Имя тієї людини… Я смотрю, а он не смотрит на меня вообще, Ектор. И тут он возвращается на меня. Олег! Мене, знаешь, так хорошо стало, я говорю, мама, спасибо тебе в душе. Я так, мамочка моя родная, спасибо тебе, Татьяна, что ты мне… что ты мне допомогла в эту такую трудную секунду, потому что это было для меня сегодня очень важно. Спасибо. Благодарочка, уклон, величезный суддям за то, что сьогодні побачили в мене якого из будущего, мабуть, шефа. Тут я понимаю, что у нас в «Чорном» завтра я, Вика, король и Лена. Ты помнишь, была одна такая команда на выездном ресторане. «Ммм, чем это закончилось? Класс!» Но знаешь, что не лучше в том, что эти два дурака вистояли, а мы с Леной тогда плакали, ревели, млили. Так что мы, по сути, сильнейших. И завтра этого мати не будет. Ну, всему не будет. И это должен быть настолько реванш, чтобы этих двух засиранцев наконец отправиться домой. ДИВИТЬСЯ БЕЗ ПЕРЕРВИ НА РЕКЛАМУ Ваш корабль качается осторожно! Вика, Вика, ну ты видишь, как оно в сторону уходит? Упрись, Вика! Опа! Боротьба за место в фінале. Право пролезает, лево не пролезает. Найвеща битва черных шостого сезона. Вика начинает делать чудеса. Дружба закончилась. Сегодня заходим на кухню мастер-шеф. И один из редких дней, когда заходя на кухню мастер-шеф, ты знаешь, куда ты заходишь. Это была сегодня битва черных вортузков. Открываем двери, заходим, и там началось. О, Господи, нет. Мы были в шоте. Потому что, пока мы проходили до судей, мы увидели перед собой семь кол ада. Ну, реально семь кол ада. Первое, что мне бросилось в глаза, перед входом стоял танцующий стол. Это и стил, понимаешь? Колобок, который и туда, и сюда, и на певне, и на певне, и на западе, и на схаде. Ты понимаешь? Три-метровки. Да, жесть. И один стил. На всех. Ты понимаешь, мы тогда с двумя справиться не могли за годину, что это было единственное наше пребывание. А тут столько же конкурсов попереду, понимаешь, и только один стилец. Прохожу мимо клетки с пинцетами, руки-крюки, понимаешь? Потом я вижу коромысла. Я сразу понял, что ничего простого сегодня не стоит ожидать, все будет довольно-таки сложно. А-а-а. Подходим уже ближе, становимся за первую поверхность перед судьями. И вижу маски. Маски и внутри аквариум. Прямо живые рыбки. Еще и рыбки. Понимаешь, что это просто адище. Просто ад. Поворачиваемся, смотрим, а левее и правее от нас стоит огромная коробка, в которой вообще не можем понять, что в ней. А это что? Может быть, там какой-то там крутящийся стул, может быть, там карусель, может быть, ну знаешь, ну все может быть. Что-то новое, о чем мы еще не догадываемся, я не знаю. Думаю, может что-то завезли живое, знаешь? Еще что-то надо вбить, потом взять на ту сторону, на том столе расшматувати, залезти наверх, или перекинуть участника через стенку в клетку, ну знаешь, головы и всякие. Рады. И мы стали, и наши судья были серьезными. Я понимал, что это серьезно, потому что это последний конкурс, это «Битва черных». И они начинают говорить. Ну что, вот и настал час последней «Битвы черных фартуков» на Мастер Шеф 6. Их четыре фартук, это Руслан Громов, это Виктория Король, это Лена Ивашук, это Наташа Петро. Они сегодня будут бороться за ту мрёю, которую я пришел сюда. И каждый из этих участников, тысячи было людей. И сегодня эта «Битва», «Останя черная», из этих людей одна человек покинет проект. До фіналу пройдуть лише автори ідеальних страв. Ребята, те, кто в черном, мы вам не завидуемся. Вам придется сегодня очень тяжко. Вам будет очень тяжко доказать нам, что вы достойны попасть в Китти. И на «Найкращих» сегодня ожидает нагорода, за которую вы пришли сюда. Это, про что мечтает каждый кулинар-аматор. И тут актор даёт «Михалыч, поехали», понимаешь? Искрепляйте ланцы, разумеешь, так в фильмах ужас у меня сдаётся. И медленно. Вот эта коробка, огромная коробка в пол-павильона, в пол-кухни «Мастер-шеф» очень медленно, томительно начинает подниматься вверх. Поднимается, поднимается, поднимается. Ух ты что, класс! Цепи шумят, поднимается, мы же так подглядываем, думаем, что там внизу, что там внизу. Начинаем видеть какие-то металлические ножки непонятные. Какие-то они такие фигурные, оно выше, выше. И уже, не знаю, полметра видим, а ничего не видим, только металлические фигурки какие-то. Она так и поднимается, мы бачим. Ого! Ого! Я просто вижу. Вешелки, знаешь, такие. И висят. Милоснежный. Тихо. Когда она открылась, а там наши кителя. Там висят все кителя с нашими именами. Каждого. Вот просто семь кителей, один в один. И, конечно же, что я делаю? Я смотрю, и ищу, где мой китель. Я его вижу и говорю, боже, это мой китель. Милоснежный. Слов не мабород. Саме так. Милоснежный. Милоснежный. Мой самый первый висит. Самый здоровый. Я же думаю, капец. Что он такой здоровый? Это хиба там я таки уже там растянули его? Самый маленький в Кате, або худенький восьмник. Был в Наташи тоже. Думаю, мабуть, ей тут вирівняли там. Ну, вышли. Знаешь, то разные там. Олена. И все семь кителей висит. Ну, семь же же не дадут. Мы понимаем, что их будет шесть. И это была, знаешь, как мотивация у участников. И те, кто был в черном, они реально целью меня колбасила. Она должна была смотреться на эти кителя. Этот китель меня просто вдохновил. Понимаешь? Я стояла, дивилась на него, не отходила голосок. Понимала, что я прошла очень большой шлях. И я могу взять этот китель. Блин. Я могу зашкалить свою самую цель. Я могу сделать все для того, чтобы его на себя будить. Ну, этот момент эйфорически длился недолго, потому что нас взяли белых фартушков и сказали, как бы, окей, вы нас смотрелись, облезались. Битва черных начинается, белая на балку. А вам, черні, за китель треба поборотись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня тут все запотело, я ничего не вижу вообще. Не пропустите! В эфире наймасштабнейшая кулінарная баталія України. Словным образом. В этой битве вы узнаете имена людей, что получают белоснежные кители финалистов Мастер-Шеф. Трое участников спостерегатимуть за конкурсом с балкону. Асмик, Олег та Катерина уже гарантованы в финале. А вам, черни, за китель, треба поборотись. Некоторые достают блюдо, поднимают баранчик и говорят, что ребята, вам сегодня нужно приготовить не самое сложное блюдо. Это дорадо с мини-канелони с соусом сальса. Ну, как бы, не сложно, да? Страва не складна, но это повторение всех техник и рецептов, которыми вы оволодели на нашей кухне. До того же, вам придется подолать все эти перешкоды на шляху до мрии. Мектор говорит, что на каждом этапе вам нужно будет делать разный процесс. На вот этом вот считающемся столе вам нужно будет замесить пасту. То есть нужно будет замесить тесто, раскатать его. На втором этапе на высоких столах, где будет только один стул, только один, нужно будет разделать рыбу. Но рыбу нельзя будет просто отфилировать. Нужно будет срезать голову, срезать хвост, вытащить хребет, так, чтобы остались две половинки рыбы. Далее вам нужно нарезать жульеном цибулю порей для начинки в канелоне. На третьем этапе, где клетка и вот эти вот шпицы, пинцеты, вам нужно будет сварить в канелоне, пожарить дорадо и припустить на огне в сливочном масле со сливками лук-порей. На четвертом этапе у нас была віддара коромысла. На них мы мали нарезать полностью всю сальсу. Конец этого этапа вы забираете дорадо, забираете лук-порей, канелоне, соус сальса и переходите за последний этап, этап презентации. Одеваете маски, в которых не видно ничего. На работу у всех вас будет один час. Помните, что мы оцениваем только качество блюда. Закончить его первым или последним не имеет значения. Время пошло. Час пошел, мы побегли и мы с Леной сразу распределились. Я говорю, ты берешь муку и сам, я возьму яйца масло и також девайсер. Ходи, будь ласка, терматися. Взяла программу? Взяла. Взьми соль, будь ласка, в кладовий яхт. Я не нашла соли. Тут є, вдавайся. Ну и пока Вика с Русланом начинают набирать 5 кг муки каждый, по 30 яиц, по ковке сахара, Лена и Наташа договорились. Одна взяла яйца, другая взяла мука, потом Наташа взяла скалку, Лена взяла воду, семулу. Взяла, что ты цю муку взяла? У нас я мука, нам таки важко будет тримати. А зачем вам столь? Соль в муке. Соль возьми. Значит, стол стоит на одной ножке. У стола, если ты с одной стороны поставишь что-нибудь тяжёлое, стол перегибается в другую сторону. То есть задача всех держать этот стол, но ещё первой задачей было то, чтобы не нагромождать этот стол. Смотри, она доску взяла, боже, боже, как обычно. Тут мы видим, что Вика принесла себе дощечку, нагрузила на этот стол. Стол перекланивается уже. А чего бы не, еле втримаем, розумеешь, 500 грамм тіста, а всё лишнее просто склали на низ, чтобы она не мешала. Вона принесла дошку. Питание наше. Вика, твоя дошка важит больше всех, забери. Она мне нужна. Вика, она важит. Давай, я катать буду, давай. Отстань. Вика, держи стол. Вы думаете, она что, держит? Она не держит его. Вообще не держит, просто рядышком стоит. Руслан, дай мне воду, пожалуйста. А вот вода у Наташи сейчас. Наташ, дай мне тоже воду. Наташа, ты ничего не слышишь. Я сегодня не торопился работать, я не спешил вперёд, дабы ничего не испортить. Тем более, была возможность поработать с тестом. Да, всё-таки, я доработал моменты по тесту. Наташа, ты жульничаешь так нечестно. Что? Забрала у меня пергамент. О, Боже, пусечка, как я тебя образила, вибачу, Русланчик, утепуте, понимаешь, пергамент взяла. А то, что ты нашу семуло брал, потому что сам провтикал, и все, решта, ну, это ноль, это норма, да? А ты в ней воду не брал, таки что? Я её принёс, эту воду. Да? Ты принес, и семуло ты принес, да? Семуло ты принесла. Ну, ну, то при чём тут ожульничаешь? Лина, раскатывай, не слухай, просто работай, и всё. Все делают одно и то же, то есть мы все месим тесто, я стараюсь его, естественно, сделать хорошо. Всё, хорошо, отлично. Наташа замесила такого красивого цвета пасту. Девочки, катайте быстрее, оставьте им стоп. Давай, давай, раскатываем. Раскатывали очень тяжело, потому что когда ты надавливаешь на этот стол, стол под тобой прогибается. Са, я ухожу. Всё, Наташа заканчивает первое, быстро переходит на стул, забирает свою пасту, ставит её на тележку, переходит на следующий этап. Начинает чистить дорады. Ё-моё! На, Леночка, отдикай уже, Леночка! Наташа филировала свою рыбу. Я, конечно, её подгоняла. Наташа, пожалуйста, пожалуйста, быстрейше. Пожалуйста, бегай! Лена, всё, хорошо! Наташа филировала свою пасту. Наташа, следующая ты! Битв чёрных, просто страх такой, она испугана в этой трёхметровой вышке стоит и не может понять, как же этот хребет надо у этой рыбы снять. Не порви филешечку. Филе не порвай. Не, не порвала. Дыхай, дыхай, дыхай. Ваш корабль качается, осторожно! Вика, Вика, ну ты видишь, как оно в сторону уходит? Ты не упёрлась, упрись, Вика! Сейчас, оно толстовато. Вика, упрись, пожалуйста, максимально, вот ногами обопрись, слышишь? Да, я животом опёрлась. Ну, хорошо. Ты можешь не дёргаться? А, ты катаешься, ты катаешься. Прошба закончилась. Что, вы думаете уже? Наша, конечно. Там? Я сейчас надеваю, всё туда. Опа! Вика, ну спокойнее как-то это, делай, пожалуйста. Так сильно давишь. Я решила, что мне нужно не терять время и идти уже на второй этап, потому что время-то идёт, вот. Всё, Русик, я ухожу, Русик. Нет, не уходи. Я не могу. Куда ты торопишься, посмотри? Я вынуждена уйти. Куда ты торопишься, скажи мне, Вика? И Вика такая, всё, Руслан, мне нужно срочно уходить, срочно нужно уходить. И что ты будешь делать, когда ты уйдёшь? Получается, что стояла Наташа ещё раз, делала рыбу, да? Лена стояла следующая в очереди. То есть ты дружишь с Русланом, вы такие супер-друзья. И ты его сейчас оставишь, как он будет держать стол. Потом я думаю, Катя, Катя, стоп! Тебе не пофиг. Наташа, быстрее! И тут я уже хочу залазить. Загадую, что треба, что лук порей. Я не помню, кто мне так крикнул, но слава тебе, Господи, понимаешь? Быстрее, девочки! Ну что быстрее, Вика, Вика, внашову, да, по-моему, Лена! Заветная мечта в конце. На, Ленчик, трогай. Крошечка. Наташа отфилировала рыбу, я вилажу на стульчик и сразу же кричу Наташи. Наташа, на следующем процессе ты мне ставишь воду для пасти, сковороду. Ты мне сотейник подготавливаешь, включаешь для нас двоих плиты. Вона то всё почула с нами обоих. Потребовно было сварить пасту, посмажить рыбу и також лук порей довести до консистенции и протушить. Я не хочу тут тянутися до рыбы. А что, ты так далеко поставила свои блюда? Тут я понимаю, у меня проблема. Моя рыба стоит там. Тереметри от меня, ни моих рук, ни моих палок недостаточно. Я думаю, угу, возьму дві палки, одну в одну и почну якось дистовати. Давай, займайся. Не, нервничай. Их там, чтоб ты розумел. Взагалі, ноль. Наташ, Наташ, слушай меня. Разувайся, разувайся и залазь. Все, не помещай, не осторожно, не застрянь. Мне груди не помещаюсь. Я намагаюсь пролезти в клитку, я не пролезаю, розумієш, вграти. Право пролезає, ліво не пролезає, розумієш. І думаю, бляхи-мухи, що робити? Оце горе. Я там просто як мавпа. Ну, на тих клітках висла, вилазила. Я навіть не знаю, в яких я там позах була. Напевно, у всіх можливих. Я так намагалась це дістати. Наташ, всіх воду не треба включити. Я не включаю всіх. Так. Нам з Леной висточить. Поставь, пожалуйста, Наташ. Нет. Вика, скільки черних фахів? Ну, хорошо, не включай всіх, да. Ми в одному всі сваримо. Ми ж ще вдвоєм стоїмо позже. Ну, а Лене, понимаєш, було плевать. Ей надо було, главное, себе зробити. І зробити себе добре, розумієш. Все. Не, Вика, я ще не нарезала лук. Та не забувай, що я з ножом, будеш ти бросати себе зараз. Ріж, ріж, Ліна. Не слухай, ріж, нарізай. Подумай, скільки в тебе їх канелоні і думай, скільки треба тобі. Я думаю, ах ти падла, ти мене будеш трусити, буду я тебе три часа нарезати. Подивилась на балкон, улюбнулась і начала дуже довго різати лук парей. Спеціально, щоб та сволоча знала, що вона не права. Стою і ріжу, крамсаю. Я її зарізати не можу, буду довго різати лук парей. Що, Лін, да, добре, Лін. Все отлично. Я щось тебе зброшу, Лін. Я возьму щось нож і зарежу тебе на. Не балуйтесь, а ви шо, вона з ножом. Спускайся. Ліка, я тобі сказала, я возьму нож і тебе дай. Вика, це ж Лін. Давай спускайся вже. Вика, вона зараз нарезає. Дивись, по пальці отреже. Якраз закінчує. Ще трошки. Ще минут шістон. Мало чи ні? Ще треба, навірно, да? Ще, давай ще. Ще, давай ще. Ще, давай ще цей маленький ще. Я її торопила, да. Я її вже хотіла збросити со стула, потому що це було невозможне. Лін, ти че, іздіваєшся, що ли? Лін, ти іздіваєшся, чи що? А ти іздіваєшся над нами 4 місяця. Нарізала вже того лука, порей цілу міску. Зализала все безпокійно і пішла. Пішла на следующий процес. Ні дуже низко. Йе неудобно работать, она не дістає, маленького росту. Поэтому дільше работала, чем я предполагав. Мені нож потрібен для чистки. Це все? Ні, ти що? Все, Віка? Ні! І вона ці рученята Віка закинула, і її невдобно, вона вже береться, і не можна ж в руки рибу всю брати. І вона дуже мучилася. Я знаю, я спортсмен, я знаю, що таке в статіке, знаходиться дуже довго, ну, держать. Заклякає все повністю, заклякає. Так, Віка, ну що там? Ну, почему так довго, Віка? Скільки ти ще будеш роботи, Віку? Минут п'ять. День, семь. Не, семь. Це довго, Віка. Всего осталось полчаса, а тебе семь минут. Віка, ти не дожна справиться за две минуты, тому що осталось полчаса. Вікторія! Слышиш? Щас. Яка мені кажучи, що вона ще буде працювати 7 минут. Сімі минути, окей, сімі минути, так сімі минути. Жду я ще сімі минути. Ожидаю. Проходить сімі минути. Ну що, Віка, твіі сімі минути вже працювали? Все, щас дорізай, Русик. Подожди, тихо. Еще чуть-чуть порей реже, і все. Віка. Все. Знаєш, що такий балаболізм, чи ні? Балаболізм. Смотрите, скільки лукопорей я нарезала. Да, она закричала на Лену. Понимаєш? Все, давай, заканчивай. Слышиш, Вік? О, Віка! Ну, що ти робиш? Віка! Ну, я плавники срезаю, ну, Руслану... Потом срежеш плавники, Віка! Когда потом? Віка! Подожди. Да хватит резать уже, там потом срежеш. У тебя будет возможность потом это достать из готовой рыбины. Віка! Щас, подожди. Качеля. Віка, дальше продолжай. Продолжает, проходит еще минуты 3-4. И я смотрю на часы, уже время поджимает. Мне придется уже торопиться. И на этом может сказаться результат. Віка, ты что смеєшся? Віка! Щас, Русик! Ты говорила, что ребята долго работают. Долго работаешь ты. Ты меня слышишь? Да. Я понимаю, что тебя слышишь. Осталось 25 минут, Виктория. Конечно, он тоже стал нервничать. Он тоже стал кричать, что он сейчас и меня тоже сбросит со стула и все такое. Віка, давай. Фу! Это тяжелый случай еще один. Слава Богу, Віка заканчивает. Девочки, давайте быстрее, к вам идет король. Я поднимаюсь, беру рыбу. Там уже грязно было так. На этой поверхности. Шипцами работаешь, Вика. Что? В смысле? Не трогай ничего руками? Ничего руками, руками. Не можно трогать. Не тесто, ничего. Все дикі шипцами, Вика. А, я понял. Вика, она, я понимаю, маленькая. Ей было тяжело и на шкафах этих, понимаешь. И она приходит туда, и я понимаю, что она вообще дотянулась. Не может. Такое впечатление, что маленькую обезьянку красиво посадили в клеточку, и она обедно пытается что-то сделать, и ей очень тяжело. Я думаю, этот стол невыносимый, высокая, вернее, кухня для меня. Да, непостижимая. Но когда я перешла за эту решетку с этими щипцами белевыми, это вообще ужас начался. То есть это, ну... Наташа, смотри, сейчас упадет парей. Вика! Что? Руки забрала. Бегом. Уберись. Процессор обтушивается, все обтушивается, обжаривается. Треба забрать эту бумагу и перевернуть. Вот сюда. Забирай бумагу. И тут в какой-то момент мне надо было просто-напросто забрать свою миску с пастой, потому что одна частина пасты у меня прилипла до миски. И мне надо было поднять эту миску, чтобы струсить. Я поднимаю эту миску, я как-то цепляю все миски. И Викина паста падает просто на пол. Та-дам! Что-то упало. Смотрим, а там лежит миска, салоночка и Викина паста. И это все на полу. Лена так секундочку прямо замерла. Типа, ой, боже, что я... Что я сделала? Ну, как ребенок, да, вот что-то плохое сделал. Что я сделала? Это было секундочку. Она потом, я думаю, сразу посмотрела на нас на балкон. Так, ты забей. И ее так чики унесла. Типа, да, это же битва черных. Ну, так бывает. И так тихонечко, тра-та-та. Это ты мою уронила пасту? Ты что, ненормальная, что ли? Придурок. Вика, ты что, спала, будешь подавать пасту? Да она сырая. Она что, вареная упала, или что? Ха-ха, думаю, так далее, крихетка. Это получилось из-за халатности, из-за того, что Вика куча всего наставила. Я ее уронила в векарню Наташу. Мыски уронила, яки стояла тут, и стояла мыска, дернулась и упала. Стояла с краю. Лена уронила мой сотейник на пол, мне уже стали делать замечания, вы что, с пола поднимаете каннелонию, знаешь? Я говорю, да, ну, это же еще не готовый продукт, это сырое тесто, ну, уже, знаешь. Девочки, уходите уже, пожалуйста, сейчас будет капец. И тут, как говорим, с ясного неба сделаю все русло. Девочки, собирайте продукты и уходите. Зашел в клетку, взял эти щипцы и думал, ну, так, так, так. Что это такое вообще? Как это вообще можно представить на самом деле щипцами? И пожарить, и сварить, и достать шумовкой, положить в холодную воду. То есть сложно, действительно сложно. Наташа, вынимай на горошину. Давай. Руслан, идейди, мне нужно витягнуть. Відейди, мне нужно витягнуть. Руслан, идейди, я витягну, будешь мати нашу воду. Мозги включаем. Ага, ага. Руслан, тебе тут масло, вже рибу надо кидать, чесник, все остальное. Бачу, что Руслан, якби знает, что робить, но и не знает, что робить. Давай уже рибу ложи. Рибу клади, чесник клади, тимьян, все клади. Руслан, руль. Руля, 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 соберись, давай. Ну, уже полез на сцене, понимаешь. Зачем было такую мисиару брать, здоровенную, вот это раскладывать, и теперь проблемы. Олег, ты так сильно переживаешь за Руслану. Я за всех переживаю, чесник, потому что каждый тут, кто дошел до этой ступеньки. Да, 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 это ты тут говоришь, а на интервью ты совсем другое говоришь. Я думаю, да господи, я не знаю, Олег, мне кажется, лучше быть такой, какая я есть, да? Вот то, что там, ну, например, зрители видят на интервью, они видят, как я, например, говорю, что этот не прав, тот не прав. А Олег, типа, всем вот так вот, а на интервью, да фу, вы никто не достоин, вы все говно, Катя даже не убила змею, она должна идти домой, понимаешь? То есть, ну, я считаю, что это такое лицемерие было на балконе. Людина, видно, вона, ну, не розуміє Катя, просто вот мы не сошлись, я знаю, получается, святоглядами, жизнью, життєвыми, якимись святоглядами, просто с ее людиной я не схожусь. Вика, снимай рыбу! Вика, вправо можешь отойти немножко? Вика, можешь вправо отойти немножко? Цурфанал. Все, бегом, снимаем загня, и с Наташей сразу же вместе уходим с этого этапа. Вы следующий. Так, Ленчик. Опачка, черик. Ох, ёшкин, бедрид. Мадрид. Это жестяк. Я, как поставила это ведро себе на плече, оно реально тяжкое. Реально очень тисно руку вообще. Но самое важкое – это равновесие. Ведра никуда ставить нельзя, ведра мают быть на весу. В одном ведре в тебе лежать продукты, а на другом ведре ты режешь их. Подивись, как Наташа зробила, Лена. Раком зараз. Ну, в смысле, на низ. Лена, послушай меня, Лена. Задняя часть должна быть длиннее. Тут вот ты взял продукт, переважило, уже тянет тебе на лево стороне. Только с левой стороны, типа ты хочешь начать на лево ризать, куда? Ты бы тянет на право. И вот это вот так маклыхание, понимаешь? Туда-сюда. Пока я поняла, какую мне позу занять для того, чтобы готовить на этом ведре, это же стягло. Я думала, что у меня руки навалятся. Боже, нога дрожит. Так дрожит нога, что сейчас вобмар. И у меня дрожит. Присядь чуть-чуть. Дуже трусится нога. Вика, Вика, Вика! Ты выключила плиту? Она сама выключила. Там что-то все рассыпается, выключают эти плиты, они ругаются. А у меня девочки режут сальсу. Вообще, в ванной, что там у них происходит? Уйдет Вика? Прекрасно. Уйдет Руслан? Прекрасно. Оли-моули, оли-моули. Оли-моули, ребята, оли-моули. О, мой бог! О, мой бог! Эксклюзивное шоу для вас, ребята. Вика, что ты делаешь? Вика, эту кастрюлю не трогай. Хорошо. Пожалуйста. Это не надо двигать. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пришлось попотеть. Пришлось попотеть, да. Ты что, выключила плиту? Нет. Ты зачем выключила плиту, Вика? Отойди, пожалуйста, выйди. Она была выключена. Она была выключена. Вот это ты качеля, Вика. Ну как так можно? Это же непорядок. Руслан, включи, пожалуйста. Я не знаю. Зачем ты ее выключаешь постоянно? Потому что мне тоже нужно включить. Ты сумасшедшая, что ли? Мне нужно включить вот эту кастрюлю. Вот эту кастрюлю, Солнышко, возьми, я тебе ее включил уже. Пасту стала вытаскивать, она стала ломаться, разорвалась. Понимаешь, потому что вытащить ее не могла цельным пластом. То есть она разрывалась. Так, рыба у меня сделана. Это тоже мне уже подошло. Вау-вау-вау, даже перешло. Так, теперь мне нужно это переложить и все, да? Теперь мне нужно это все переложить и все, да? И снова я перша покидаю цей пост, ты понимаешь? И бежу на этап презентации. И пачу рыбки. Але сегодня я их не любила. Йопервета, что тут делать? Я все заправила сразу лимонным соком там же, поставила в ведро и пошла на останний этап. Боже, а в тей маске, ну вообще нифига не веду. Муть. Рибы плавают перед тобой. И если ты там где-то резко дернулся, то еще и камушки вот такое летают. Понимаешь, те, что там лежат для декораций, для этих рыбок. И ты просто бачишь, все мутно, мутно. Но прикол в том, что когда проходят буквально 2-3 минуты, эта маска начинает запотевать. Лена, может быть, не надо наклоняться? Надо приседать. Мам вообще ничего не бать. Присядь. Попробуйте, Лена, Лена, Лена. Девочки, присядьте, не наклоняйте головы. Да, да, можете? Не. А, может. Я видела ихнюю презентацию. Мне понравилась презентация Натали. Она мне казалась вообще один в один с оригиналом. И презентация Лены тоже была красивая. Единственное, что может быть, да, и от оригинала отличала, не знаю, миллиметра 3 на каннелоне. Да, но это же мы вверху видели, ну, как бы обе презентации, но они мне нравились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Ленечка. ДИВИТСЯ ПИСЛЯ РЕКЛАМЫ Переходит Вика за следующий этап. Вика начинает делать чудеса. ДИВИТСЯ ПОДУЖАТИ ПЯТЬ КІЛ ПЕКЛА ЗА РАДИ ОМРІЯНОГО КИТЕЛЯ Я тут все запотело, я еще не вижу вообще. Не пропустите. С ПОВЕРНЕННЯМ НА МАСТЕРШЕФ Руля, 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 соберись, давай. Учасники в «Чорних фартухах» борются за місце в фінале наймасштабнейшего кулінірного шоу Україны. И снова я перша покидаю цей пост. Наталья та Лена вже закінчили роботу над стравою. А Вікторія з Русланом продолжують готувати. Девочки ушли. На карамысла пришла Вікторія. Я просто перешла на следующий этап в надежде на то, что, может быть, каким-то образом я там спасу ситуацию во время, когда я уже возьму все это в руки свои, а не с помощью щипцов. И она, эта перекладина, да, которая удерживает эти две чаши, она мне давит на шею, на плечи. Она, во-первых, ну не то, что дает, просто она очень тяжелая. И если я поворачиваюсь в одну сторону, все начинает заваливаться. То есть я не знала, как ее удержать. Вдруг рамысла себе на плечи, поднимаю миску, смещаю в центр тяжести и начинаю работать соусом сальца. Время не совсем, притык осталось. И я уже решил долго не играться с этим соусом. Все основные составляющие были, по вкусу я выровнял. И вот мой соус готов. Я перемещаюсь к процессу презентации. Понеслась. Здравствуйте, ребята. Презентация у меня была самая сложная сегодня. Самая сложная презентация на всем проекте, который у меня была. У меня тут все запотело, я еще не вижу вообще. Переходит Вика за следующий этап. Вика начинает делать чудеса. Открывает маску, выливает из нее воду. Типа все, знаешь, такие дурные, одевали маску, а Вика самая хитрая. Не выливай воду с маски, Вика. Потом она наливает воду в маску, плюет в нее. Наплюнула, знаешь, для чего? Чтобы не запутевала. А так робот? Да. А так робот, чтобы для плавания водой? Серьезно, надо плюнуть. Я, когда вот ныряла, да, ныряю в море там с маской, да, и с трубкой, то обычно, чтобы маска хорошо приклеилась и не запотевало стекло, самый такой единственный и дедовский способ – это просто поплевать на это стекло и залить водой. Ну, если ты в море, то морской водой вот так вот, знаешь, поплевал, обмакнул в воду эту маску и все, слил воду и надеваешь. Все, герметично присасывается к тебе резинка, резина – это вот корпус, да, этой маски. И стекло никогда не запотеет, никогда, потому что вот эта вот слюня, ну, слюна, она делает вот этот эффект. Все, я надела маску, ну, и сейчас думаю, ну, сейчас я сделаю уже каннелони, и тут я давай пытаться доставать свое тесто, а оно разламывается и все, просто разламывается. То есть мне даже не из чего скрутить эти каннелони, эти трубочки. Я начинаю пытаться искать там это тесто, а его, ну, а его не из чего даже найти, потому что оно просто разламывается, разламывается и все. Короче, все, у меня нету блюда, я ничего не подаю. Давай, заканчивай, Вика. Нет. Да давай заканчивай, что тебе поможет, давай я помогу. Руслан такой, Виколечка, чем тебе помоешь, знаешь, уже опять, друзья. Ну, я не буду ничего подавать, у меня пустая тарелка будет, все. Да я ничего подавала. И не ма еще подавать, но ей пастами. Рыбу хотя бы постав. Все-таки у меня же есть рыба, есть соус. Наверное, нужно все-таки что-то подать, знаешь, ну, хоть как-то. Пустая тарелка, это, наверное, совсем будет как-то отвратительно плохо. Ну, и вот я пытаюсь опять, знаешь, одевают опять маску. Участники, внимание, осталось три, два, один. И время вышло. Отойдите от рабочих столов. Вердикт и первая идет Наталья. Ну что, Наташа, внешне ваше блюдо очень похоже на оригинал, на наше. Попробую. Что же внутри? Я так стою, дивлюсь, будь ласка, пожартуйте, понимаешь? И воно витягує, и воно так зосереджено це робить. Шутка. Тетяна мне сказала, каже, ваша риба соковита, непереготована, є скоринка. Ваша начинка дуже сочна, ви правильно додали спеці. Все окей. Якщо враховувати сьогоднішню битву, то їх у вас було 14. І після того, як ми скуштували вашу стреву, ми можемо з упевненістю сказати, що ви стали майстром битву чорних фартухів. І Ектор просто визнав, що він ще настільки безстрашний. Розумієш, не бачився всі ці сезони. І світ такої не бачив, розумієш, 14 битв чорних, та йо-моє, хіба і не Супермен, хіба і не Бэтмен-мастер-шефа? Наташа? Да. І Ектор тут витягує мені мій білий фартух, а я така, ну, знаєш, що, типу, нормально, борза, розумієш, що, типу, додому не поїду, каже. Ектор, ви обіцяли кітті. О, Боже. Відмовляйтесь від фартуха. Я розумію, кіттєль мені зараз ніхто не дасть. Ну, і я така, смирена, бору, останній раз, свій білий фартух. Я його дуже-дуже люблю, він дуже-дуже милий, але я вже з нього виросла. Після стількох конкурсів, випробувань і емоцій, і того всього, що тут було. Наборо. Наборо. Що це бомба-ракета? Товки-телява. 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 Ну все, блог буде. Кулинарний? Да. Може не кулинарний. С звездами нашли. Круто. Следующее на вердикты пошла Лена. Я виходжу, руки-ноги тросяться, дуже переживаю, конечно же. Золотий бачок. Я смотрю на нього, і мені хотілося його спробувати. Він должен бить вкусний. Балкон, а що я роблю, коли мені подобається блюда? Ще раз пробуєте. Точно. Я пробую второй раз. Класс. Я ж покрестяю. Це як. Дякую. Дякую. Дотепер ви були королевою соусю. Але сьогодні ви приготували не тільки чудовий соус, але й дуже смачну пасту та рибу. І саме тому ви отримуєте свій білий фартух. Поздравляю. Так. На бакон. У мене просто вмилили слізми, тому що я поняла, що це білий фартух, це є вікітель. Але була дуже щастлива. Потім пішла Віка. Віка, у вас немає однієї з основних складових страви – канелоні. Ну, я завідомо знаю, що це провал. Ну, думаю, ну, треба ж достояти, дослухати, достояти. Ну, все. Доіграти цю свою роль. Наш падіння Римської імперії. Ви знаєте, на смак ваш соус непоганий. Але ви неправильно нарізали овочі. Ви їх просто пошматували. Тому ваше сальце виглядає зовсім непривабливою. Вікторія, а що з вашою рибою? Не вийшло вже при таких умовах робити це акуратно. Мені дивно чути від вас такі слова. Не вийшло. Татьяне не понравилось, що це, в общем-то, все неаккуратно було зроблено. Ну, в общем, не хочу даже комментирути. Мені вернуться попросили постоять, да... Попробувати блюда, ще хотіли Руслана. Руслан, для мене є більшим сюрпризом увидеть настолько тонко раскатанне тесто. Я ще не попробовала, но вже вижу, що з тестом ви справились отлично. Попробую соус. Не пожаліли ви перцем. Рыба сверху пересушена, її даже сложно отрезати. Спасибо. Руслан, можливо, ви рибу і пересушили сверху, але все-таки, ви знаєте, обратна сторона цього процеса... Курочка все-таки є, красива. Мені відправили назад, к Вікторії. Ми виходимо з Вікторією, суддям, спускаються хлопці к нам. Я чекав цього дня і уявляв, як чорні відчайдушно боротимуться за свої кітелі, як змітатимуть все на своєму шляху до мрії, і нічого не зможе зупинити їх. Але ні! Одна з ваших страв указує нам на те, що її автор просто зупинився і упустив руки за крок до фіналу. Страва була зіпсована ще на початкових етапах, і її навіть не намагались виправити. Людина, яка здалася, не може йти далі. ІЦМ Віктория. Я так стою, знаєш, там слезу упустила, вже мені сапли начали течі. Дякую. 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 чего узнала пережила спасибо огромное да селеви я ухожу с проекта вы так красиво посмехаетесь коли смеетесь а я той кому вы даруете посмешку щодня нет еще ну в общем смех и грех вонам колы смеется вона мене додает позитиву вику синька викуся это самый лучший блюдо но она мрее о высокой кухне но ящик олег я все равно сделаю классный десерт айды все неймоверно смачно самое лучшее блюдо сегодня и королева на балкон бизнес-план открою я макаронную фабрику королева я нужно чувствовать еду кончиками пальцев это ж король это наш король мы же ее полюбили понимаешь что она на строке прибавится нам но мы ее любят римляд 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 в воду зачем ты далек в воду зачем ты далек рис сырой висок быстрее это тесто не подходит для блюда нет неправильно давайте быстрее мне надо быстрее мусс не падается в кольце олег они сделали неправильно а вам нравится ваше поедет да и мне нравится ваше поедет поэтому отправляйтесь на балкон спасибо для меня стимул некий просто стимул чтобы делать еще лучше делать еще лучше как можно лучше ну да ну да пока все пока что больше тогда с ума пока на этой ноте я заканчиваю свое пребывание на проекте спасибо всем спасибо 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 на сегодня я понимаю что это больно я понимаю что это реально страшно перед финалом вот были кителя их тебе сегодня подняли показали это реально очень очень обидно очень я понимаю как ей больно как ей неприятно но ты сама сдалась век ты уступила свое место руслану который менее достойный чем ты руслан у вашей справе мы знайшли певни помилки но они не таки сутки все складовые присутки и все смачно на вашем шляху бувало ризно но сегодня вы выбрали свое право и я начинаю плакать после сотни и Осталось 50, которые очень сильно боролись за место в Мастер-Шеф. А потом, наиболее 20, с которой наиболее стали эти шестеро кулинарных аматоров. Билли фартухи – это уже пройденный этап. Сегодня на вас ждет мрия, за которой несколько месяцев назад вы впервые переступили порог этой кухни. И судья просто, как раньше, в других программах начинают доставать. Втроем наклоняются Татьяна доставить два кителя, Ектор доставить два кителя, Сергей доставить два кителя. Я просто начинаю плакать. Начинается истерика. Я понимаю, что я не верю в это. Ну как? Вот он мой китель, который я так хотела. А почему вы плачете? От радости. Чего вы ждете? Разбирайте свои кителя. Вы их заслужили! Спасибо большое. Я его обнимаю. И киска, я как малесенька, дитинка. Я даже не хочу его одягать. Я просто хочу обнимать, обнимать, обнимать. Я буду с ним танцевать. Ах, капец, 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 капец. Я взял цей китель, одевайте китель, я начал с ним танцевать. Потому что я вальс, я люблю танцевать. Я начал с ним танцевать. Я начал его нюхать. Я начал его обнимать. Потом эти бубочки, там такие пуговицы. Они мне были, знаешь, как камни с Фаровского. Короче, ты начинаешь. Хочется быстрее. Руки трусятся. Я не могу. Кто меня заребачить, вы не понимаете никогда, что делается в душу, вот тут, а в человеке, когда ты поставил себе цель. Ты до нее дейшов, и тебе вручают белоснежный китель с твоим именем. Тебе вручает Ектор Хименес Браво. Обычному пацану, який мріяв три года попасть на мастер-шеф. И я пришел сюда и это сделал. Ты понимаешь, что нет? Слезы просто наворачивались на глаза. Я схватила свой китель и такая. Маленький, он такой хороший. Я просто понимаю, что я такое только видела по телевизору и никогда даже поверить не могла, что я просто обычный человек, который когда-то пришел на кастинг, даже не верю в то, что я могу пройти. Получилось? Там просят Руслану помочь, да подожди, Руслану помочь, да и ты сам, я ее всяких ждал, в месяцах уроки, всяких я ее ждал. Сейчас помогу. Лучше я сам справлюсь, не надо мне помогать здесь мне. Или поможешь здесь мне. Поможешь? Ну пробуй, давай помогай. Ну попробуй, давай помогай. Попробуй, помогу, да. Я хотел погреться диплом этого кителя, потому что когда ты его на себя одеваешь, ты одеваешь все результаты каждой работы, каждого конкурса. Ты одеваешь, ты как заслугу на себя. И когда я его одел уже, я почувствовал себя более комфортно уже, более стабильно и понимаю, что теперь новые горизонты впереди. Носите кительни с шестью. Удачи. Спасибо вам. Спасибо. А ты стоишь, и у тебя просто мурашки. Ты понимаешь, что ты реально ни до чего так сильно не стремився, до цих кительниц. Ты четыре месяца жив, каждый день с думкой про то, что ты хочешь цей китель. Ты находишься тут ради цього кителя. Ты спишь с думкой про китель. Ты просипаешься с думкой про китель. Ты постоянно с думкой про китель. Я семью не бачила четыре месяца ради кителя. Для меня цей китель просто был вновь с золотом. Я даже не могла, когда думала о том, что у меня будет китель. Я даже не представляла, что ты так хорошо и красиво. И вот оно, мне кажется, ты в кителе себя чувствуешь намного умнее. Как будто я одела китель, а в голову, не знаю, миллион рецептов засунулась. Вот. И это очень приятное ощущение. Это когда ты в новом платье, в магазине, перед зеркалом стоишь и понимаешь, что хороша чертовка. Папа-папа. Папа-папа. Наша звезда даже к нам не подходит. То есть... Но нам все равно, потому что мы счастливы, мы в кителях. И это самое лучшее, что может быть. Ура! Спасибо! В наступной программе вы увидите... Они пришли к таким недосвечениям. Я так нервничаю. Здравствуйте. 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 Я их. Сейчас знаю. Но с такой величезной мечей. Ах, вот это я мечтал. Ай, как классно. Я поняла, в какой-то момент, что я живу в кухне, я докажу наконец-то родителям, что я чего-то стою. Вони вклали всю пристрасть у свою першу страву на Мастер-Шеф. У нас такой рыбы найти очень сложно. Я заказывал по интернету. Он сказал, смотрите, я еду до такой людини, что... Хай бог мы. Это перец чили в банановом соусе. Я не боюсь, я экспериментирую. Острое с соленым, острое с кислым. Кролик, Вектор, если он не будет сочным, моя бабушка меня не пропустит. Сегодня они вкладывают весь свой опыт. Слезь от моей бабушки. Я приходил на сутки с этими ингредиентами. Здивуйте нас абсолютно новою стравою з тех самых ингредиентов, с которыми вы впервые пришли до нас. Чотири месяца. Вони затято боролись зі своими найбільшими страхами. Чтобы сьогодні остаточно перемогти їх. Зараз ведь знову подивитесь в обличчя своєму страху. Чи страхи знову візьмуть гору? Зачем? Вони выпускають свій язык, это не мерзкий. Кому із вас, Лота? Фінальний Мастер-Шеф. Не пропустіть. 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 Фінальний Мастер-Шеф. Не пропустіть.